Нет Бога, только Бог. Псалтырь. 52 глава с 1 по 7 стих. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Все уклонились. Сделались равнонепотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога. Там убоятся они страха, где нет страха. Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Размышления. Часть первая. Безумие нечестивых. Псалтырь, 52 глава с 1 по 5 стих. В этом мире есть много зла, насилие, ненависть, обман, предательство, жадность. Однако самое большое зло – нежелание познать Бога, ибо это противоречит Божьей воле, а воля Его в том, чтобы человек познавал Его. Нечестивые упиваются своим безумством и игнорируют Бога. Но Он прямо выступает против тех, кто отвергает Его присутствие и существование. Постоянное нежелание признать существование Бога рано или поздно приведет их к падению. Господь ищет тех, кто искренне ищет Его. Давайте искать Бога и строить с Ним правильное взаимоотношение. Как ваши взаимоотношения с Богом влияют на отношения с другими людьми? Молитесь, чтобы быть благоуханием Христовым для тех, кто отвергает Его. Размышления, часть 2. Господь спасает. Псалтырь, 52 глава, с 6 по 7 стих. Сталкиваясь с теми, кто отвергает Бога и нападает на нас, мы можем попытаться взять ситуацию в свои руки и свершить собственный суд. Или воскликнуть. Это нечестно. А потом забыть о Его власти и поступить согласно собственному пониманию справедливости. Но эти стихи напоминают о том, что Бог справедлив и в свое время свершит свой суд. У нас есть надежда, потому что Бог не позволит злу продолжаться вечно. Он спасет и исцелит свой народ. А до тех пор будем уповать на Него, терпеливо ожидая того дня, когда Он Сам исправит все кривизны и свершит свой суд. Если приходит отчаяние от зла, что творится вокруг, молитесь, чтобы Бог помог вам поднять глаза и увидеть того, кто царствует над всем. Поступает справедливо и судит праведно. Молитва. Дорогой Господь, наш мир такое тяжелое место, особенно для тех, кто не знает Тебя. Пожалуйста, помоги мне быть светом, чтобы Твое имя воссияло во тьме. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.